Озвучка Джей Куб представляет Здравствуйте! Искренне приветствую вас на моей выставке Индиго. Добро пожаловать всем на выставку Индиго. Я сегодняшний доцент, артист, известный как Арэм или Ким Нам Джун. Сегодня мы сделали его особенным, создав эту выставочную концепцию. Что вы думаете? Это рентабельно, верно? Над этим очень много работали. Сегодня, три с половиной или четыре часа назад, альбом Индиго, который я долго готовил, наконец-то вышел. Я хотел представить и дать вам услышать его первыми. Поэтому я пришел сюда, лично. Для этого альбома и во время этой прямой трансляции я подготовил различные объекты, которые хорошо сочетаются с каждым треком. Я познакомлю вас с первым треком сейчас. Пойдемте. Если вы посмотрите сюда, вы увидите землю. Многие, наверное, читают это как Йон. Вы читаете это Йон? Вы также можете прочесть это как Йон. Читать можно по-разному. Но это фамилия художника Юн Хёнгэн. Так многие за границей называют его Йон. Поэтому я использовал фамилию артиста Йон в качестве названия песни. Если вы посмотрите передо мной, то увидите кучу земли или песка. Он создает произведение искусства, возвращаясь на землю или поднимаясь из земли. Он художник, которого я очень уважаю. Так что если вы увидите даже обложку альбома, вы можете видеть, что на нем изображена картина Юн Хёнгэна 1972 года, Блю. Перед его фирменным произведением, Амбер Блю, вышла очень темная картина. Это картина, которая вышла в тот переходный период. Так что в некотором смысле эта картина я. А потом вы можете увидеть стопку джинсов, которые я носил от 5 до 6 лет. Я разместил там эти вещи, они немного похожи. И в некотором смысле этот альбом, Индиго, не является моим окончательным завершением. Но это где-то посередине моего переходного периода. И так же, как художник Юн, я хотел создать свой собственный осязаемый мир. И именно поэтому я выбрал его в качестве своего первого трека. Я работал над этой песней в начале 2020 года. Честно говоря, жанр нео-соул мне очень понравился с самого первого раза. Ди Анджела, Эрика Баду, мне очень нравились такие певцы, как они. А недавно я слушал Афро Блю Роберта Галспера. Я слушал его. И вдруг, Эрика Баду и ее чистота только что пришла ко мне. Честно говоря, люди, которые очень любят музыку, подумают, что это самое неожиданное сотрудничество. Я сделал очень трудную работу, но я счастлив. Как мне это сказать? Она с радостью согласилась, так что мы работали вместе. Причина, по которой я обратился к Эрике Баду, заключалась в том, что то, что всегда говорил художник Юн Хёнгэн, слова, которые он говорил в своей жизни и его голос, в каком-то смысле это был ответ, который я ему отправлял. И когда я отвечал на этот вопрос, он всегда говорил, прежде чем заняться искусством, вы должны стать человеком. Если бы мне пришлось учить этому лично, я подумал, что это не будет убедительно, потому что я еще совсем молод, и мне все еще нужно сломаться и пострадать. Итак, тот, кто прожил намного лет больше, чем я, кто уже создал сильное королевство, я подумал, что было бы неплохо включить голос кого-то вроде этого. К счастью, она счастлива. В каком-то смысле я написал текст и создал мелодию, и ее голос очень подходил к этому. Она с радостью и любезностью присоединилась ко мне для этого. Прямо сейчас, хотя бы раз в неделю, я обмениваюсь с ней сообщениями. Да, и когда вы послушаете это, жанр покажется немного старомодным. В некотором смысле я считаю, что вы можете назвать это жанром моих корней. Это был выбор, в котором я был больше всего уверен, поэтому я указал это как вступление. Благодаря учениям художника Юна, через заявление, которое я создал в ответ на эти учения, «Альбом начинается». Тогда давайте перейдем ко второму объекту. Андерсон Пак, которого многие называют величайшим творением семьи Мирьян Пак. Он старший брат, Андерсон. Пак снял с нами клип «Яттукам», а также выступал на «Силк Соник», где мы были вместе. В каком-то смысле эта песня откровенно, как мне объяснить, это была довольно циничная песня. Инструментов не так много, и это был чрезвычайно простой трек. Но по мере того, как я продолжал и добавлял положительные сообщения, песня начала становиться довольно фанковой. И так я подумал, что если в эту фанковую песню добавить частоту Андерсона, я думал, что песня станет более насыщенной и динамичной. Поэтому я спросил своего учителя, я имею в виду своего бро. Изначально я пел вот так, но было лучше, когда добавилась энергия Андерсона. Песня стала более захватывающей и убедительной. А здесь оно стационарное, но такое ощущение, что оно растекается. И так, на самом деле, в журнальном фильме, который выйдет завтра, я рассказал об этой песне более глубоко. Но если я могу кратко дать вам объяснение, если вы посмотрите в зарубежных музеях, там много картин с надписью «Still Life». Это такие, как Ван Гог, Моне. В тех картинах, с которыми вы знакомы, она имеет название «Still Life». Был один день, когда это название странным образом приблизилось ко мне. Почему «Still Life»? Ну то, как это название подошло ко мне, примерно таково. Что ты выберешь, жизнь или смерть? Ой, я все еще выбираю жизнь. «Still Life». Я еще буду жить. Я узнал об этом в двояком смысле. Жизнь – это жизнь. «Life» – это жизнь. Она как будто остановлена. Все еще «Still» – это означает, что она не движется. Это может также означать «остановлена», кроме « еще не». Итак, когда я посмотрел на «Still Life», я уловил этот двойной смысл. Неподвижный объект, который не останавливается, а движется за пределы холста. Он мертв, но жив. И продолжает жить. Я хотел выразить нечто подобное. И благодаря энергии Андерсона, мне хотелось бы думать, что эта песня стала более убедительной в глобальном масштабе. Переходим к следующему объекту. Эта песня называется «All Day». В каком-то смысле я сказал вам, что этот альбом – выставка творчества. Эта песня в некотором роде посвящение герою моего детства. А вот так в бридже «Fly» есть в текстах. И в конце мы знаем, что летаем весь день. Объединив летать и весь день вместе – это похвала, которую я посылаю моему герою детства. Но, честно говоря, в каком-то смысле в наши дни в рамках алгоритма. Мне тоже очень нравится алгоритм. Но есть много случаев, когда мы ошибочно относимся к этому алгоритму. Это мое предпочтение. Мне нравятся такие вещи. Конечно, это неплохо, но я считаю, что найти свое истинное подлинное «я» становится все труднее и труднее. Итак, это немного захватывающе, но она также включает социальные сообщения. Конечно, для такой чистоты… Я думал, что табло идеально подходит и скорее. И всегда хотел попробовать с ним поработать над песней, поэтому я попросил его. И, как и ожидалось, я считаю, что он убил его очень по-своему. Честно говоря, по звукам, например, Бьонт Завал, группа «Дайнамик Дуа», которую я слушал в начале 2010 года. Я думал о тех песнях в стиле хип-хоп, которые слушал, когда был молод. И пытался переосмыслить их, чтобы они соответствовали настоящему времени. Я показал вам очень глубокие песни, очень эмоциональные и органичные, как в «Мона». Но до сих пор в душе песни типа «Флай» с этим прыгающим ритмом, атмосфера тех песен до сих пор осталась во мне. Итак, если вы посмотрите на треки 1, 2 и 3, вы увидите восходящую кривую. Поэтому я хочу сказать вам, чтобы вы слушали их по порядку. И я верю, что многие люди могут легко и непринужденно слушать эту песню. Давайте перейдем к следующему объекту.